Единая Россия как структура должна быть уничтожена, потому что это партия жуликов и воров, омерзительных, лживых людей, врагов нашей страны. Поэтому в следующем избирательном цикле, в следующий единый день голосования, в следующем сентябре мы должны приложить максимальное усилие для того, чтобы этих людей просто не избрали. Мы понимаем отлично, что они по-прежнему будут фальсифицировать, но нужно сделать так. Вот как получилось в Москве. В Москве 45 мест. Мы выиграли из этих 45 мест 27, судя по всему. И 7 они у нас украли. А нужно сделать так, чтобы мы выиграли все 45. А они уже, если что-то смогут украсть, то тогда пусть все их места будут только ворованы. И ни один из них не сможет сказать, что я действительно победил на этих выборах. И они проиграют. Когда мы будем чаще рассказывать о случаях типа вот этого случая совершенно потрясающий с котельной. В Камчанском крае министр ЖКХ отчитался о том, что в селе Средние Пахачи запустили новую котельную. Ну то есть просто человек вышел и сказал, вы знаете, в селе Средние Пахачи запустили новую котельную. Победа Единой России. Славься, Владимир Владимирович Путин. Все очень хорошо. И чуваки даже не подумали, что в селе Средние Пахачи-то вообще какие-то есть люди, которые сразу же пошли искать эту котельную и выпустили вот такое классное видео. Давайте посмотрим. 24 сентября 2019 года. Село Средние Пахачи, Алитровский район. Снег идет уже с 6 утра. Как обычно, население не было к этому готово. Ну, в принципе, как и источник теплоснабжения. Вот он. Хотя по документам краевые власти рапортуют о том, что этот источник стабильно работает с 20 сентября, как и предыдущие, в принципе, 20 лет. За все это время люди научились исполнять функции кочегаров, поддерживая тепло в своих квартирах, используя печное отопление. Вот так вот. 21 век на дворе. Средние Пахачи. Ну все, всем пока. Я за дровами. И вы, конечно, вот эти вот санки и топор, господи, это же какое-то, вы помните, отец слышишь, рубит, а я отвожу, в лесу раздавался топор дровосека. Действительно, 21 год, Камчатка. Там очень холодно, но только еще и говорят же, просто нагло в руку лицо запустили. И им даже в голову не приходит, что там просто сниму, там есть заброшенная котельная, ей 20 лет, как вы видели, в ней растет трава. Да похрен. Мы же крутые, мы же Единая Россия, мы контролируем телевизор, поэтому мы можем врать. Губернатор потом, давайте посмотрим, 31 секунду сказал, ой, а я и не знал, очень хочется постебаться на эту тему, сейчас вот мы накажем министра ЖКХ. Но сказал он это исключительно потому, что есть ютубчик, потому что есть интернет, потому что человек просто записал это, пошел к этой котельной, снял эти стены, через которые растет трава и выложил это. А сколько таких случаев, когда просто кто-то не выкладывает? Давайте посмотрим губернатора. Очень хочется постебаться по этому поводу тоже, потому что я точно знаю, что котельной в средних пахачах нет, и те стены, которые вы там показали, это объект, который лет 20 назад был закрыт. Что имел ввиду министр, я обязательно у него поинтересуюсь, потом вам расскажу. Но он не был там точно, думаю, сейчас побывает. Ну такой, видите, курьез, ха-ха-ха, в средних пахачах, ну сейчас мы министра туда отправим, он вместо того, чтобы лежать дома в джакузи, поедет туда, надев там ватника, кирзовые сапоги и объяснится с населением. Ну на самом деле, штука в том, что министра нужно уволить. Еще нужно разобраться, какой они там тариф начисляют, они же еще и деньги наверняка на эту котельную списали, и какой-то у них есть баланс топливный по округу, и они как дотацию федеральную получают, исходя из того, что где-то котельная работает, отапливает эти средние пахачи и все такое. Ну вот они все это, их поймали в интернете, поэтому они переводят все в какой-то курьез. Насколько же ей стало неуютно в новой московской думе, где большинство не имеют оппозиционные депутаты, ну по-прежнему они, в общем-то говоря, не могут провести ни одного решения. Но уже насколько там классная и более интересная жизнь, целых три минуты я вам покажу в видео BBC, но оно просто прекрасное. Я еще раз хочу сказать спасибо огромное всем, кто приходил и участвовал в умном голосовании, благодаря вам, ребята, наконец-то мы можем с интересом смотреть на то, как идет война внутри московской городской думы. Там есть настоящий политический процесс теперь, и это случилось благодаря нам, благодаря тому, что мы участвовали в умном голосовании и победили в этих выборах три минуты страдания единорозов МГД. Электронной группе приготовиться к голосованию. Внимание, идет голосование. Происходит эксгумация трупа. В сознании наших граждан, не только Москвы, но и вообще России, единая Россия скончалась. Так не проще ли было вам на выборах выдвинуться от своей партии и сейчас не городить вот этот огород? Никто не скрывал свою принадлежность к партии единая Россия. И я не скрывала. Да я горжусь, что есть партия единая Россия. Она отстаивает интересы страны, России, понимаете? И она отстаивает интересы семьи, что для меня очень важно. Вот, потому что, чтобы не родители один, а родители два, а чтобы мама и папа. Фракция образуется депутатами, избранными по партийным спискам. Депутаты-одномандатники могут присоединиться к уже существующим фракциям, но не могут образовывать свои. Это важно. Если заниматься таким юридическим пинг-понгом, то я вам маленький секрет еще открою. Мы даже без этих поправок можем образовать фракцию «Единая Россия». Не надо быть чинушами, не хвататься, вот зайти. Я согласен с Кириллом, на самом деле, с Кириллом Щитовым. Принятие и непринятие в этот документ ничего не изменят. Мы единороссы. У нас на лбу написано. Мы единороссы. Мы от этого не отказываемся. Весь день не покидает ощущение, что я в цирке. Честно говоря, ожидала несколько лучшего. Мы будем собираться тайком. Если вы нам запретите собираться в стенах Московской городской думы, будем, так сказать, создадим подпольный обком «Единой России». Фракция партии «Единая Россия» остается быть крупнейшей фракцией. Как вы сейчас слышали, в нее вошло 19 депутатов. Это будет, скорее всего, крупнейшая партия фракции Московской городской думы. Вопрос, связанный с теми репрессиями, которые обрушились сегодня на отдельных участников массовых протестов. Мы решили, что мы поступаем за расследование необоснованных задержаний и обвинений граждан чрезмерными сроками наказания. Мы видим, что москвичи проголосовали протестно. Они хотели другую думу. И наша цель, как Московской городской думы, сейчас этот созыв, может быть только одна. Мы должны привести в порядок наши избирательные законодательства и самораспуститься, чтобы избраться заново, представляя реальные интересы москвичей. Вопрос может один быть. Быть или не быть. Он сделал законопроект о прозрачности тарифа ЖКХ и отправил его в Московскую городскую думу и сказал, ребят, я представляю 30% населения города Москвы, поэтому рассмотрите, пожалуйста, мой законопроект, внесите его хотя бы на рассмотрение. Я пришел туда. Ну, они собрались всем, им было интересно всем на меня посмотреть. Но это было такое, знаете, вот так все смотрят на тебя, а ты какой-то там жук такой. И все единороссы абсолютные. Там было 2-3 таких забитых не единоросса, которые вообще держались тише воды ниже травы, за редким исключением. Ну, там, Шувалова, Зубрилин. Они тогда были активные. Но в целом это было тотальное доминирование Единой России, которые даже не давали, не включали никому микрофон. И ты не мог с ними сделать ничего. И сейчас они на самом деле, выступают депутаты, говорят, что вы нам запретите создавать фракцию. Дело в том, что фракцию может создать партия. Но партия выдвинула кандидатов, и поэтому вы можете создать фракцию, если ваши кандидаты прошли. Коммунисты выдвинули? Могут создать фракцию. Справедливая Россия выдвинула? Могут создать фракцию. Яблоко может, а Единая Россия нет, не может. Потому что они не участвовали, у них все были самовыдвиженцы. И сейчас все сказали, ну, значит, не будет фракции. И они, конечно, там продавили это все с помощью всего мухляжа. Но это же было классно наблюдать, когда единороссы стоят и говорят, мы уйдем в подполье. И такие они уже затравленные звери. А все депутаты уже не молчат, потому что уже 20 оппозиционных депутатов на первом заседании обсуждают политических заключенных. И Единую Россию эту гоняют. И это классно. И мы должны дальше это делать. И я присылаю вас еще более активно двигать умное голосование в следующем году. Это будет сложнее, потому что все-таки у нас нету столичных регионов. Но тем не менее, Единую Россию мы должны просто вышибить отовсюду пинками. У нас есть все основания для этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова